здравствуйте дорогие мои друзья помните мультик такой был путешествие нильса с дикими гусями то есть вернее конечно сначала была сказка то сказка книжка а потом уже мультик но многие знаете жизнь познают по по мультикам и фильмам наверное никто не читал война и мир но зато не хотя но советские люди читали сейчас на нынешней молодежь не читала а советские школьники читали войну и мир конспектировали писали сочинения ну а сочи а книжка но война и мир да толстая книга тяжело читать и под конец знаете вот в чем в советской школе что вы начинаете вот эти на самом деле нормальные произведения но вас вырабатывают устойчивую ненависть к преступлению наказанию к войне миру и вообще ну вообще вся школьная программа литературы ну я помню что это какое-то издевательство книжки я любил читать и читал очень много различных книг но вот литературу потому что преподавали и и наверное преподаватель может быть был как как говорится суховат не буду ругать эту замечательную женщину но наверное тем более было несколько до суховато да вот как бы ненависть вот я устойчивая ненависть к толстому льву николаевичу но и всем остальным потом уже знаете в зрелом возрасте я смог перечитать и осознать какие-то глубину их мысли и красоту их письма их стиля ну а чем же я друзья мои нильс и дикие гуси помните как гуси как люди да а гуси а тучи а тучи как люди как люди они одиноки да вот песня песня иванушек и гуси а гуси там как люди действительно они достаточно человечные у каждого был свой характер и они вместе с нильсом победили там этого ну памятник королю каменного короля каменного гостя они победили потом победили полчаса крыс а крыса одна была похожа на гитлера такое с усиками то есть символично да и что-то еще там они сделали несколько таких великолепных подвигов чтобы мальчик стал большим то есть он стал карликом потому что он гномом потому что укор нет не карликом стал маленьким да совсем лилипутом да потому что оскорбил доброго хотя не очень наверное доброго гнома и последнее задание было ему чтобы его друга мартина подали к столу с яблоками и праздничному столу когда он вернулся домой с родителями и нильс отказался и вот это было главное испытание когда нильс отказался сказал пусть я буду всегда маленьким но это мой друг мы с ним прошли так сказать огонь и воду и он отказался действительно от этого и это было правильное решение гном сделал его большим ну а гуси улетели гуси улетели прочь и вот сейчас знаете а гуси сильные птицы вывод в деревне там если когда-то бывали гусь очень независимая птица они гуляют помнится они всегда но такие борзые ребята дети их боятся я помню в деревнях да вот гуси идут они могут это они очень больно щипались там гоготали там крылья развивали это сильно здоровая птица в общем она человеку может навалять но на полном серьезе если человек там без палки без какой-то вещи гусь а если еще не один они могут так так вмазать но убить не убьют но даже в общем-то в принципе взрослого мужика могут могут пугануть а уж там говоря о женщины и ребенке действительно ну вот существуют такие дикие гуси на они все время делают большие перелеты и их часто стреляют охотники достать их тяжело они летят высоко но охотников обычно на гусей оружие дробовое то есть полет крупной дроби не так не так далеко вы там можете бить там ну 30 40 50 метров максимум до гуси летят а гусь а утки летят высоко я им помашу рукой опять же видите вспоминается песня розенбаума и приманивают то есть охотники делают такие засидки шалаши там сидят долгое время расставляют на поле или на воде но гусей на поле часто берут чучело этих гусей даже как бы рассаживают и гуси летят и видят что здесь уже безопасно как бы смотрят сверху видят что сидят якобы гуси снижаются или некоторые садятся и тут охотники начинают их стрелять вы знаете на севере были вот эти кадры в этом году якутии что там какой-то единорос там выложил из трупов гусей какие-то там надписи да то есть гусей очень много бьют хотя это умная птица бывает найти если они вспоминают попадают в такую ситуацию они уже очень осторожны их тяжело взять это ну действительно умная сильная птица но столько их бьют вот на этом перелете когда они летят на север потом летят на юг уже вот видите пять минут рассказываю а к сути не перешел в ленинградской области в возле всего что такой городок есть гибддшник или сейчас это гаи да кто и кто знает в общем полицейский инспектор гаи любил видимо любит охотиться наверное любил стоять засаде да вот с этим с прибором и мерить скорость хотя сейчас сейчас уже наверно они не стоят так сейчас уже по-другому это все делается раньше они с таким как пистолетом стояли и мерили скоро сейчас шагнула вперед но все равно стоят засаде и ловят водителей и видите его хобби была охота и вот он со своим другом который был похоже не полицейский об этом не говорится поехали на охоту за гусями это же как в эту ну сесть любят охотники нынче знаете как рыбаки такие кресла сейчас продаются знаете ну как мягкие кресла раскладные чтобы удобно было это раньше охотники сидели там на корточках да там ватник под себя там подсовывали в засидках так называется засидки какое-то слово отвратительное как как у охотников весь этот терминология такой знаете по чернотропу это значит когда еще ну как бы снег снег не выпал засидка с подхода да вот все так какие слова ну отвратительного терминологии охотников не мне как-то режет слух и вот они сидели на гусей и в какой-то момент когда летели гуси один из охотников но он стрелял и встал со своего кресла 2 видно было на расстоянии а так как ну в бьют дробью вот заряд дроби видно неожиданно он стал резко перед ним заряд дроби попал видимо как бы затылок ну и с близкого расстояния это очень очень сложно очень опасно и значит серьезное ранение сейчас он там как бы в больнице лежит чуть не при смерти но все таки знаете а гуси гуси улетели вот такая знаете такая история совершенно незамысловатая пошли двое на охоту один другого застрелил абсолютно случайно и так часто бывает знаете потому что охотники когда они стоят цепью на них выгоняют зверя тоже могут там загонщика выстрелить в своего там товарища не увидя запрещается стрелять на звук да к примеру но когда человек в азарте он об этом не думает и стреляют на звук на охоте часто вот эти случаи плюс конечно люди всегда на охоте выпивают и даже бывают вот сложит оружие в пирамиду а ружье взведено до кто-нибудь наткнется ружье упадет выстрел выстрелы обычно знаете все таки на охоте дробовые или картечь то есть это сразу пучок летит вот картечь это пучок пуль в большом калибре в двенадцатом это прямо вот такие ну здоровенные кругляши то есть это прямо вот как из пистолета целую обойму пуль и они так но немножко группы летят но могут поразить сразу нескольких людей и вот гаишник да гаишник который ну еще не погиб но запомнит наверное навсегда вот этот вот выстрел вот этот поход поход на гусей жалко его но вот вам друзья мои жалко я вот почему-то сразу вспомнил нильса и диких гусей да и подумал а я почему-то за гусей вот мы в детстве смотрим этот фильм мультик и во взрослом возрасте мы переживаем за гусей да мы вот мультики про охоту мы тоже переживаем за завод какие-то много знаете вот таких есть мультфильмов и фильмов мы почему-то переживаем за животных да мы на них на их стороне потому что мы в общем то все понимаем что да что такое добро что такое зло что охота это убийство откровенное убийство и даже убийство не то что вот когда происходит сражение какое-то и но одни воины бросаются на других у них как бы шансы ну примерно равные до примерно равные шансы они все испытывают стресс они сражаются за что-то кто-то нападает это защищается у всех есть цель а охота это прийти на чужую территорию и убить кого-то просто убить существо которое тебе ничего в принципе сделать не может и она ночью ничего тебе не сделал приходите убиваете на их территории то есть вот как как будто вот для вас покажется странным вывод взяли там я не знаю охотничье ружье или там все что угодно и пошли в дом к соседям то есть это это дикость на это преступление вы влагаете в дом соседям начинаете к примеру стрелять или там кого-то резать там это может быть женщины дети мужчины да но вы вообще бандит маньяк и всеобщее презрение вас сразу накроет потому что но это но недопустимо да а тут вы можете убивать и так сказать самок самцов и детенышей просто стрелять ну конечно вы скажете это животные они для того и предназначены чтобы на них охотиться а все таки а чем вы собираетесь питаться траву траву что ли будете жрать а в магазине вы вы что вот покупаете да кто-то другой значит да за вас должен убивать там аку кур там или еще кого-то эти аргументы вот этих вот сейчас мне тоже тут какие-то охотнички напишут я вот только охочусь там на это убийцы убийцы до убийцы даже если вы идете и охотитесь как бы для пропитания своей семьи еще куда не шло вы можете быть сравнимы ну к примеру с хищником с тигром с волком который питается этим и он идет и там ему это нужно для еды да то есть иначе он просто погибнет это еще ну есть есть какие-то оправдания на охота вот просто когда там толстые дядьки приезжают и стреляют животных вот на этих сидя на креслах мягеньких да там засидки попивая и и вот с наслаждением то же самое в принципе рыбалка знаете вот сейчас того тоже рыбаки скажут до охотники козлы но рыба рыбалка это святое мы там с папой с дедушкой на рыбалку ходили да вот так вот представьте вот вы там куда-нибудь вас крюком зацепят вот таким и под потянут вот человека знаете крюком зацепят и будут тянуть примеру бывают такие картины апокалипсис когда какие-то демоны знаете на крюках кого-то вводят там ужас просто да тоже ничего для рыбы у нее кровь такая значит ну вроде как без этого зацепили вырыли там крюк вырыли с горлом да вот так прямо и положили рыбешку так здорово на самом деле страдания страдания этих живых существ а скажете рыба они ничего не чувствуют они вообще безмозглые эти я часто часто давно не нырял в теплых морях и там вот большие такие рыбы они вполне сас вполне осознанно они подплывают смотрят на тебя они могут с тобой коммуницировать там опасаться смотреть какой-то странный да вы можете протянуть им руку можете даже ну в принципе накормить их вот если вы там будете хотя не это ну не рекомендуется рыб кормить это это опасно если вы будете что-то такое давать им они слетятся будут вокруг вас кружится и у них тоже у всех свой разных характер и тоже это убийство и и многие удивляются отчет так вот мы живем тогда почему мы вокруг нас столько вот этих бесов демонов они на самом деле влияет очень сильно почему люди такие потому что мы пропитаны энергией убийства энергии смерти мы питаемся смертью и сами несем смерть и оправдываем это так что вот как вот гаишник да вот гаишник попал под раздачу а гуси стрелять так стрелять летать так летать ну вот гуси улетели и я вспоминаю вот эти картины когда знаете охотники снимают любят когда там найти вот гусей тоже выложит гору да и сидят довольные тоже много таких вы посмотрите столько столько таких кадров вот эти трофеи фотографироваться с трофеями а в чем-то напоминает знаете кадр когда немецкие офицеры к примеру любили фотографироваться найти он зои космодемьяцкую повесят и это же все фотографируются с повешенными партизан поймали повесили под похожая картина и кармическое наказание тоже должно быть похоже что-то я друзья мои видите слишком разболтался хотел легко так рассказать о нильсе дикий голос гусях гаишники а тут меня тут размазала по тарелке по всем этим понес понес поехал ладно чё говорить чё говорить вы это за кого жалко вам этого гаишник это ну гаишником всегда предубеждение а тут еще и гаишник охотник и как бы возникает такие ну не хорошие слова как бы так тебе и надо да вот ну типа заслужил получай будет ли он еще охотиться ну если выживет и дураком будет то наверное будет ладно друзья все пока